Привет всем, кто смотрит канал «Страна для жизни». Сегодня у нас в гостях кандидат в депутаты по 33-му избирательному округу город Гомель Евгений Балдуев. Евгений является руководителем образовательного центра «Про успех». Привет, Евгений! Привет, Сергей! Почему появилась у руководителя образовательного центра идея, мысль пойти в кандидаты, в депутаты, в палату представителей? Потому что возраст, наверное, пришел. У тебя же 30 лет всего, это много раз, да? И тем не менее, следующая возможность баллотироваться будет через 4 года. 34? Да, то есть пока в данный момент получилась возможность сложилась, почему не попробовать себя? И надо же что-то менять. Менять в стране? Конечно. И что, например? Ну, так как я занимаюсь образованием, то я вижу, что на данный момент там большая дыра, ну и, по крайней мере, уже здесь можно начинать что-то делать. Все люди спрашивают постоянно хорошо, вот все кандидаты там в каких-то вопросах там местных на уровне что-то понимают, проблемы экономика. Вот где деньги будем брать? Вот ты, если бы стал депутатом парламента, какие, может быть, ты законопроекты инициировал там? Это прозрачность бюджета, потому что не всегда, точнее не то, что не всегда, а не видно, куда тратятся деньги, которые платят налогоплательщики. А почему у нас такая ситуация, что мы не знаем, ни сколько мы собираем налогов, никуда они идут? А зачем это знать людям? Потому это же надо за них отчитываться, надо нести ответы и показывать, что вот пришло там, например, миллиард, и вот он потрачен туда-то, туда-то, чтобы было целевое использование. А у нас такого нет, и поэтому отчитываться не хотелось бы. Ну депутаты парламента, они же знают, это же они принимают, утверждают бюджет, насколько я знаю, потому что если ты будешь депутатом парламента, ты будешь знать, сколько и куда, и пытаться их оборвать. Вопрос в том, почему они это не выносят на суд наших людей, чтобы они видели это все. Это все скрыто, непонятно, куда, что, это неправильно. Ну давай попытаемся понять, вот выборы-то честные у нас есть или нет, почему ты думаешь, что ты пройдешь вообще? Надежда умирает последней, это точно, а почему пройду, есть команда, которая поможет мне провести правильно подсчет, ну то есть чтобы, когда будет подсчет идти, чтобы нас допустили до него, чтобы не просто нас вычислили из зала и типа потом нам сказали результат. Ты не слышал, что не пускают именно, когда сам подсчет идет, не пускают? Не пускают, когда один, два, а когда их пять, когда десять. А наблюдатели какие-то с твоей командой будут по всем избирательным участкам или нет? Сейчас работается над этим, чтобы достаточное было количество людей, во-первых, количество, во-вторых, качество. То есть они должны, во-первых, понимать, что они делают и объяснить это избирательной комиссии, которые работают, грубо говоря, по указке и из-под палки. То есть все-таки надежда, что честно подсчитают на твоем участке у тебя есть? Надежда есть. Что честно подсчитают, это будет зависеть от нашей группы. Команда есть. Сколько вы, кстати, с командой насобрали подписи? Сколько у меня было в листах избирательных, это где-то больше тысячи-тысячи-ста. А сколько насчитали, это пока неизвестно. Неизвестно еще, да? Я понял. Но будем надеяться, что тебя зарегистрируют вообще, да, и можно будет уже, соответственно, вести агитацию, потому что на этом этапе еще нельзя было до сегодняшнего дня. Вот. У меня такой вопрос. Ты предприниматель. Почему вот именно ты этим бизнесом занялся образовательный центр, да? Чем занимается твой образовательный центр, чтобы понять, что ты за человек через твою деятельность? Расскажи. Так сложились обстоятельства, что я познакомился с людьми, которые были в образовании, у меня есть знакомые, которые учителя, и все жалуются, что вот тут дырка, вот тут не слушают, очень много какой-то рутины. Образование в целом падает, и это видно и по набору в университеты, и по результатам централизованного тестирования. И это как, ну, как обычный запрос. Есть спрос, надо сделать предложение. И поэтому образование мы занимаемся репетиторством, в целом повышаем уровень знаний людей и детей в частности, и подготовка к ЦТ, то есть чтобы люди выходили с хорошим баллом, и уже у них ширился кругозор. Они могли поступить там не в один университет, например, какой-то близлежащий, а куда-то смотрели пошире. По каким направлениям у тебя работают преподаватели? 11 предметов, которые сдаются на ЦТ. И я слышал, что и логопеды там, и дефектологи. Логопеды и дефектологи — это второе направление, это вот больше для маленьких детей. Опять же, логопеды, отдельно логопедия и отдельно дефектология. Некоторые их совмещают, но это немножко разные вещи. И вот это направление родилось уже как попутное, потому что приходили мамы, которые приводили старших детей, и спрашивали за маленьких. То есть, а у вас такого нету, мы там плохо говорим, например. И попутно это родилось и развилось уже, в принципе, на данный момент около 30 детей. Называется «Про успех», правильно? Почему люди выбирают именно твой образовательный центр, а не идут к каким-то репетиторам, которые на дому, еще что-то? Какие плюсы центра по сравнению с такими самозанятыми? Я ничего не имею против них, против. Каждый работает как может. Но плюс мой в том, что, во-первых, это все в одном месте. То есть ученик может приходить в одно место и сразу на несколько предметов. То есть ему не нужно ездить по нескольким углам города, чтобы посетить русский в Алатове, математику в Белице, какую-нибудь биологию на Солнечной. Все в одном центре, он знает, они привыкают. По какому адресу, если кто-то из города? Катунино. Да, за торговым центром галерея, двухэтажное здание. Значит, это раз. Второе, центр занимается тоже мониторингом. То есть, когда ученик к нам приходит сразу на три предмета, мы его мониторим сразу по всем. То есть мы видим, где он проседает, где улучшить. Учителя коннектятся сами по себе, рассказывают. Вот у этого ученика там такая сильная сторона. Вот это вот он хорошо запоминает. И они работают сплоченно. И это дает больше результатов. Евгений, вот представим, что ты пришел в парламент. Какие реформы, какие законопроекты в образовании, специалист в образовании, что нужно менять, над чем нужно работать, давать, чтобы люди понимали, что ты не голословные какие-то заявления, а реально понимать, что ты будешь делать там. Для начала это надо разгрузить учителей. У них очень много ненужной бумажной работы. Вот эти все посещения СОПов, все вот эти делегации, по которым они ходят, мониторят, спрашивают. То есть это не их работа. Учитель должен преподавать, давать знания, прийти, отзаниматься со спокойными нервами, чтобы у него никаких не было забот, что вечером надо бежать в какой-то подъезд, спрашивать, как там его дети. Это не его забота. Это основное. Их нужно разгрузить. И опять же, они за эту дополнительную работу не получают денег. Кто ее будет делать и за какие деньги тогда? Вопрос, что это точно не образование. То есть это не должна делать школа. Есть достаточно других социальных структур, которые должны это делать. Хорошо, этот вопрос понятно. Что еще будем менять? В образовании это качество. Потому что качество и спрос. Нету связи тех знаний, которые дают в школе, они несопоставимы с теми знаниями, которые требуют в университете. И несопоставимы с теми знаниями, которые будут требовать на работе работодатель. И поэтому вот это надо соединить, чтобы люди в школе понимали, что они учат, для чего, и как это им пригодится. Ну и дальше уже университет, и как это выйдет в работу. А почему у нас в университетах преподают, например, ту же экономику, люди, которые развалили предприятие, например, я знаю, что там в каком-то возе человек, который гумсельмаш развалил, преподает, рассказывает. Почему я знаю истории там на Западе успешные предприниматели, которые построили компании какие-то, они читают лекции студентам, а у нас наоборот? Не везде. Это не везде. Это, опять же, государственная структура. Она не работает со спросом. Она не работает над качеством. Если я буду говорить за свой образовательный центр, то у меня, опять же, школьные предметы. Но если мы берем любого преподавателя, у него за плечами, во-первых, большой опыт, какая-то литература, и свой личный результат. Все преподаватели, которые работают у меня, прошли тесты и на профпригодность, и на знание своего предмета. Но это же больше школьные у тебя все-таки, да? Допустим. Но если мы говорим за университет, там то же самое. Нелогично. Я не вижу здесь причинно-следственной связи, почему педагог, который преподает экономику, не знает, как заработать лишних 300 рублей, допустим. Но, опять же, это государственная структура. И мне интересно, чтобы то, что он говорит, вязалось с тем, что он делает. Они за этим не смотрят. Но нам же, белорусам, это интересно, чтобы получали люди реальные знания, которые реально они могут применить, правильно? Это резонно. Но почему мы за это не спрашиваем? Так давай спрашивать у кого? У депутатов в парламенте? У тех, совершенно, хотя бы с них. Почему в университете вот этот педагог преподает? На основании чего вы его выбрали? А можно тебе вопрос? А ты видел вот о ней какой-то законопроект, который нам кажется не для людей, они все поднимают руку вот так, да? То есть, единогласно или там 1-2 против, там у него задержался. Что тут мы с этим? Вот хорошо, 1 ты будешь еще кто-то, 2 поднимут руку там против, образно, все равно его примут. Смотрите, то, что есть сейчас в парламенте, мы понимаем, что это вот, грубо говоря, на 4 года, еще на 4. Но все это не вечно. Туда надо зайти, найти таких же единомышленников, объединяться и нарабатывать критическую массу. Рано или поздно идея, с которой я иду, программа, с которой я иду, она найдет отзыв у людей. Это 100%. Это логично, это правильно, и это на пользу людям. И почему не объединиться, почему не работать в этом направлении? Мысли интересные, но вот несколько депутатов парламента, с которыми я уже общался, это независимая Конопаская Анна, Елена Анисим, они говорят, что, в принципе, никто никого не нашел там особо единомышленников, и максимум, чего добилась за предыдущий срок Елена Анисимовна, некоторые иногда по-белорусски с ней поздороваются, зная, что она на белорусском языке разговаривает, поддерживает язык. Это вот все, потому что остальные считаются, что это назначенцы вообще, которых назначили. Не знаю, насколько я достоинной информации, многие говорят, что какой-то директор предприятия государства, например, говорят, пойдешь вот сейчас на 4 года в депутаты, потому что кому-то надо идти, а не пойдешь, как бы пойдешь со своей работы, а так пойдешь еще, что-то получишь, и обратно вернешься, и все нормально. Ну, кому-то надо, понимаешь, своим. И вот они так, как будто бы ходят. Вот такая есть информация, я ей верю, что так оно и есть, но на сколько там, сто процентов, не знаю. Вот мы как раз с кандидатами общаемся и посмотрим, кто пройдет, кто не пройдет, из тех, кто к нам приехал, может вообще никто не пройдет, я не знаю, может несколько пройдет, может быть пропустят, не знаю, посмотрим. Часто ли у нас по телевизору показывают, как какой-нибудь депутат-женщина вступает в полемику с депутатом-мужчиной, допустим. Я вообще у них полемик не видел. Вот об этом и речь, об этом и речь, что как мы можем что-то двигать, когда мы не в полемике. В споре рождается истина, это не я придумал. И когда мы просто киваем или там что-то свое протаскиваем в одиночку, какой-то результат такой же. А когда один, уперто, еще кто-то подтягивается. Опять же, надо из себя что-то представлять, не в обиду нынешним депутатам, но тем не менее. Что еще в образовании? Вот эти моменты мы озвучили. Еще что в образовании нужно? Во-первых, надо, точнее уже не во-первых, надо поднять статус педагога. Это 100%, потому что... Деньги для этого нужно. Совершенно верно. А где возьмем? Это бюджет. У нас больше милиционеров, чем педагогов. то есть у нас... А статуса милиционера какой? Статус милиционера. Высокий. Мусор его зовут. Ты в этом смысле, я понял. Ну, раньше, раньше он был милиционером, а сейчас... А как сделать, чтобы он был милиционером снова? Тоже нужны реформы? Раньше милиционер служил человеку, народу. Сейчас человеку. А сейчас он служит... Ну, какое название, тому он и служит. То есть, это очевидно. А если мы говорим за учителей, то, во-первых, да, зарплата. Это, но это несерьезно, то что они получают. Я говорю, что есть много милиционеров. Зачем нам столько... Столько не надо. Это же бюджет. Посмотреть, какая сумма уходит на один какой-то участок, на другой. Посмотреть, что рациональнее. Нам нужны милиционеры или нам нужны образованные... слышал, ты не слышал. Говорят, что у нас почти 50% бюджета. Мне уже некоторые товарищи рассказали, идут на милиционеров, на чиновников, на уже на грузаппарат весь. Половина бюджета страны. Исходя из того, что я плачу, например, налоги, которые я отчисляю, грубо говоря, я за эти налоги еще содержу минимум 4, наверное, милиционера с хорошей... Ты мусоров, ты говоришь, садится. В общем, я содержу 4 вот этих вот человека. Это минимум. Это, наверное, содержу я, наверное, майоров. Майоров? Ну, где-то, да. Семьями? Семьями, не знаю. Но их двух майоров потянет. Потянет? шестерых летех точно. Точно. Вот. Такие, которые по клубам кружат или какие-либо такие... Это стыдно, да. Это стыдно за этим наблюдать. Вот. И поэтому, ну, давайте я вот эти деньги, давайте я их направлю учителям. Мне приятнее им будет их отдать, потому что я буду видеть. Те дети, которых учителя учат в школе, они же потом приходят ко мне, мы дополнительно с ними занимаемся. Давайте я там доплачу, чтобы он лучше выдал результат ребенку. Мне легче тогда работать. Согласен. Еще что-то в образовании можешь сказать? Не во-первых, а уже в четвертых, например. Что? Спонсорскую помощь, поддержку школ. Уже родители так на все сдают. Евгений, понимаешь, что они же спонсорскую помощь. Почему родители сдают? Потому что бюджет не финансирует. Вот. А если будет правильное финансирование с бюджета, целевое, опять же, вот эти деньги идут на эту школу. Надо вот это, вот это сделать. Хорошо. И еще плюс спонсорская. У нас в основном сейчас идет надежда на, ну, кто-нибудь поможет, родители скинут. Это неправильно. Все, ты меня убедил, там, особенно в образовании, особенно в среднем, ты понимаешь, какие есть проблемы, ты будешь их решать, убедил меня. Допустим. Но где взять теперь на все это деньги? Вот то, что ты пересчислил, даже если мы милиционеров отнимем, то все равно, как бы, не сегодня-завтра денег не будет. То есть, как будем поднимать экономику? Какие конкретные предложения есть? Потому что без этого никак. То есть, ты должен какие-то иметь представления все равно. То есть, наши депутаты принимают законы, они должны немножко хотя бы иметь представление, что они делают. Живой пример, это добрышки, добрышки целлюлезные, которые строили китайцы. Фабрика бумажная, да? 320 миллионов долларов, которые до сих пор не работают? До сих пор не работает и до сих пор не запускается. Там были какие-то расприи, но это неважно. Смысл в том, что вроде бы посыл хороший, пришли инвестиции, люди построили завод, работайте. Но там кредиты китайские, по-моему, совершенно неинвестиции. Смысл в том, что у нас, с нашей стороны, мне кажется, совершенно бестолковый подход был. Мы сначала даем, это все начинает как-то расти, работать, а потом забираем. Ну, смысл какой? Кто к нам придет? Я за то, что нам нужны инвестиции, нужны финансовые вливания, чтобы экономика заработала, чтобы был какой-то обмен. А инвестиции будут, когда здесь будет обеспечено что-то, когда они видят, что приходят, дают места, зарабатывают, и это все начинает работать. Нет, у нас нет гарантии, что это не заберут через 4 года. А это вот некомпетентность, безхозяйственность их наших чиновников на местах, типа мэра Добруша, или кого, или кто это, или это в министерстве тоже такие сидят. Почему это происходит? Почему фабрика не работает? Где наши деньги? Потому что основной хапога у нас на самом верху. Это со-саммит? Со-самит. Надо менять его. Определенно. Но это за столько лет, разве не очевидно? Мне кажется, тебя только что не выбрали уже. Фарламент. За правду. Но спасибо за правду. То есть сменяемость власти должна быть, да? Определенно. К этому вопросу не дошло, это уже сам. Это как свежая кровь. Почему нет? У каждого свой взгляд, свои какие-то программы, свои видения. Почему мы 20 с лишним лет идем куда-то, не знаем куда, но идем. Уверенно идем, что все хорошо. Как хорошо, ребята? Некоторые белорусы, реально есть там какой-то процентом, небольшой, но уверенных таких белорусов в том, что пускай лучше этот, потому что неизвестно, куда поведет другой. И вот это меня иногда просто выводит из себя, потому что я не могу этим людям, они уперты, им невозможно даже объяснить. Как бы ты вот объяснил этим ребятам, что они ошибаются? Только примером. Опять же, но примера как такового взять мы не можем. Потому что у нас один президент. Совершенно верно. И все, то есть у людей получилось чувство аморфности, аморфности, что, типа, что меняется, ничего не получится и все такое. Во-первых, мы не пробовали, во-первых, не пробовали. Что значит ничего не зависит, а вы пробовали? Кто, кто вот в нынешний момент, вот 17 ноября, пойдет на выборы? Сколько людей реально пойдет на выборы? Я подумаю еще, может быть пойду, может быть нет. Я посмотрю, сколько нарушений будет. Я скажу точно, что, грубо говоря, вот мы прошли, я лично прошел в районе тысячи квартир, тысячи, из них только, наверное, 2-3 человека мне сказали, что я поддерживаю нынешнюю власть и... 3%? Это меньше, это 0-0-3. Тысячу квартир. это не тысяча человек, тысячу квартир, если в расчете даже, что в квартире 4 человека живет. Мы проводили тоже, значит, голосование, когда-то президент заявил, что вот как только доверия не будет ко мне, я уйду. И мы проводили, доверяете ли вы президенту или нет, и реально там, сколько-то тысяч человек у нас ответило, 3% ответило, что доверяют, да, то есть остальные нет, и как бы, ну, я думаю, что это достаточно, чтобы можно было уходить, но, к сожалению, никто не уходит, потому что он сегодня одно говорит, завтра другое, а послезавтра он там в Питере жил вместе с Франциской, с Кариной, там, и что-то только не говорит, там, и Минск будет столицей, и Беларусь, но реально, вот, у нас получается, что родились люди при этом президенте, жили, значит, отучились, женились, закончили вуз, и некоторые из них даже умерли, и все время при этом президенте, а не успели, 26 лет он уже на сегодняшний момент президент, уже 26 идет, поэтому такие люди уже есть, есть, которые были детьми, еще не участвовали в выборах, я, кстати, в первых, мне в 94-м не голосовал еще, потому что я 78-го года, да, и получается, его выбрали без меня, и дальше уже от меня ничего не зависит, ходи, не ходи, то есть, получается, и, ну, это, мне кажется, неправильно, сменяемость должна быть, почему, потому что сейчас вот к нему, например, и к Беларуси, с его управлением нет доверия, потому что кинули бизнесменов, сколько, инвесторов, как минимум пришел новый человек, и кто-то будет говорить, ну, у вас же там обманывают предприятия, это не у нас, это вот тот был, а вот это новые люди, поверьте нам, доверие, новый человек, это всегда кредит доверия есть, этот уже его потерял, только по этой причине, как минимум, его нужно поменять, только по этому, это мое мнение, а твое мнение, почему еще надо его поменять, например? Так загнать страну, так загнать людей, это, это надо уметь, вот за это, это, если он умел, это, я не знаю, как это, как это произошло, благодаря чему, может быть, опять же, за счет вот этих вот, людей, которые, мусора, потому что их очень много, и сейчас люди не чувствуют от них защиты, абсолютно никакой, наоборот, подходит у людей сразу мандраж, ой, а что это будет спрашивать, то есть, вот такое вот отношение к органам, к органам, которые должны нас защищать, а не создавать вот этот дискомфорт, вот, и за это точно его надо поменять, потому что люди боятся, мы ходили, когда собирали подписи, люди боятся давать свои паспортные данные, как, и объясняешь им, как проверить в администрации, что это живой человек мне оставил свою подпись, я не знаю, в базе смотрите, но в базе надо что-то вбить, я вам не дам, но меня уволят с работы, это как вообще, это откуда вот этот страх? на госработе работает и боится, что его уволят. Я думаю, да, я думаю, да, ну в основном те люди, которые предприниматели, те, которые чем-то занимаются, они сразу понимают, откуда ноги растут, да, давай, беспартийный, хорошо, давай, я тебе, ну давай вперед, я за тобой, вот, а вот те, кто работает на каких-то государственных предприятиях, там, а с какими-то нарушениями, это столкнулся, слышал, что-то люди говорят, например, нас там заставляли, или мы там собирали за кого-то подписи, и поэтому уже не хотим за тебя, ну не можем ставить, думаю, да, например, так, и были какие-то такие истории? С этим сталкивались чуть ли не через три квартиры, когда, а я уже там подпись свою кому-то дал, люди не понимают, как проходит эта система, и там тоже, соответственно, объясняешь им. Кто-то говорил, да, точно так же, что я уже проголосовал там за этого человека, или там, я отдал свой голос за руководителя, я говорю, ну отдайте за меня, это же не противоречит, ну я не могу против своего руководителя идти, ну типа вопрос закрыт, а то еще узнает кто-нибудь, ты ему объясняешь, что он может, а он понимает, что физически, он может, но если кто-то узнает, что он еще за кого-то дал, там не за руководителя, он боится, это вот этот страх именно внутри. откуда он, непонятно, как он родился, как с ним работать, только вот личным примером, что, ну вот, я не боюсь, они, много кто говорил, а что это, вы будете в депутаты, пойдете, да, пойду, не страшно, не боитесь, первый раз вижу депутата, кто ходит, сам собирает подписи, это очень приближает к народу, ты сразу чувствуешь, о чем речь, и статистика сразу у тебя на глазах, ты проходишь квартиры, ты понимаешь, о чем люди говорят, что у них болит, кто-то говорил, что давайте там садик, там, приведите в порядок садик, вот, давайте, я за вас буду голосовать, только вот обещайте мне, что будет садиком решен вопрос. Люди настолько боятся, что они вот, некоторые могут даже сейчас в комментариях написать, что вот все, хана его образовательному центру, люди не понимают, что образовательный центр, это деятельность Евгения, да, которая на самом деле, даже может быть, за счет этого ролика, кто-то о ней узнает, и обратится к нему, к нормальному человеку пойдет работать, там, учить своих детей, вот, люди боятся, они даже боятся даже за чужих людей, за каких-то, вообще, как вас еще не закрыли, не убили, не растоптали, чего боят, мы разговариваем о каких-то вещах, которые нас волнуют, и это нормально, и так и должно быть, не надо ничего бояться, как победить страх? Как победить страх? Ну, только идти навстречу, а как им захотеть идти навстречу этому страху? Для начала надо посмотреть, наверное, на соседей, или на людей, которые что-то делают в этой жизни, и у них уровень жизни где-то за счет этого выше, и понять, почему у них выше, а у меня ниже. Это только так. Люди не понимают некоторые, вот предпринимательство, например, это риск все время, да? Постоянно. Постоянный риск, да, и вот почему президент не любит предпринимателей, мы сейчас не про олигархов, не про бизнесменов, малый бизнес, который основа вообще экономики любой развитой страны, если вы не знаете, это только не у нас. И вот эти люди, они постоянно рискуют, особенно работая в этой системе, они рискуют, сейчас, конечно, какие-то послабления, еще что-то, обычно это все перед выборами происходит, после выборов потом обычно зажимаются гайки, и риск каждый день, то есть ты попробовал, одолжил деньги, что-то купил, что-то построил, что-то сделал, не получилось, ага, отъехал обратно, еще что-то, еще, и вот это, удачи-неудачи, и вот таким образом предприниматель двигается, развивается. А чиновники, когда и вот эти назначенцы, например, на местах в каких-то компаниях крупных, они садятся на какое-то кресло, и у них тоже есть страх, как у всех белорусов, если он что-то начинает делать, и у него не получается, он может еще и в тюрьму присесть, понимаешь, ну, образно, или потерять стул, и ему проще на том же гомсельмаше, или на мазе, ничего не делать, не рискнуть, не сделать какие-то эти, если он даже компетентен, обычно они еще и некомпетентны, если он даже и компетентен, он не рискует, и, соответственно, основной закон бизнеса, не работал, он не двигается, он должен много сделать попыток, какая-то из них будет успешная, и он будет качать дальше, в этом направлении, но это не делается, и пока вот эти люди управляют этими предприятиями, а это большинство наших белорусских предприятий, государств, они все тонут, экономика сейчас тонет, как ты вот эту, как кандидат в депутаты, как ты планируешь это решать вообще, их нужно снять, кому нужно, может быть нужно приватизировать, что ты думаешь? Платить за результат, это всегда было в предпринимательстве, основная тема, почему, почему эти люди так себя ведут, зачем им напрягаться, зачем вот эти качели с рисками, с постоянными какими-то проблемами, когда всегда датируют, всегда помогут, кредит закроют, денег дадут, типа зачем напрягаться, вот этот человек, он уже пропал, то есть у него логика не работает, как говорил Алексей, ну то есть вот этим людям дорога в Яндекс.Такси, они больше ничего не имеют. Алексей, это вот мы показывали роль, это понятно, ну смотри, а у нас насколько я знаю, там одна из самых больших зарплат, в какой-то период, или сейчас, у директора Гомсельмаша, убыточное предприятие, значит 150 миллионов долларов в год, оно в минус идет, это открытая статистика, но самая большая зарплата, то есть почему, за что ему платят? Мы за правду, значит я наверное Америку не открою, как устроена работа на Гомсельмаши, опять же не забываем, что он датирован, дотации идут большие, и руководителю выгодно, что предприятие всегда в убытках, потому что всегда ему подкинут еще сверху, это раз. Второе, никто не знает, и это не афишируется, и эту статистику нигде не найти, точнее она есть официальная, а есть неофициальная, сколько комбайнов выпускается, сколько комбайнов уходит на экспорт, и по каким документам это все проходит, то есть насколько мне известно, есть один пакет документов на два комбайна, один уходит в Беларусь и катается здесь, потому что у нас же и дорожный сбор, и служба госавтоинспекции работает, а в Казахстане эти документы не нужны, а два комбайна, вы понимаете, это и трудозатраты, и зарплата, и материалы, то есть я не понял, по документам их выпускается больше, или их выпускается меньше? По документам выпускается меньше, а фактически больше. А где эти деньги-то? Ну, понятно, где деньги, все мы кормим одного человека, сусами. Я понял. Так, с Гомсельмашем, вот если взять пример, то есть и вот, что нужно сделать? Может быть, нужно приватизировать полностью предприятие, либо нужно, может быть, какое-то другое производство на этом месте запустить, или что делать? Для начала надо понять рынок, что работает, что пользуется спросом. Очевидно, что комбайн, в принципе, здесь на ближайшей территории, это точно востребовано. Вопрос, почему он не конкурентен, там, с тем же европейским. Там очень серьезный вопрос, мы, кстати, собираемся ролик по Гомсельмашу делать. Там, когда-то в Советском Союзе было на 300 миллионов два завода, да? Вот один из них в Гомеле. Да, почему он сейчас сейчас? сейчас, Советского Союза нет. В России есть свой завод. Кроме того, там еще другие построились предприятия. На нашу страну маленькую, вот этот завод, который на 150 миллионов населения выпускал комбайн, он не нужен просто. Просто не нужен вообще здесь. А конкурировать с ними там на тех рынках, где нет сервисных центров, там, да, ломается комбайн, нужны сразу запчасти. Здесь люди в Гомеле не могут купить какой-нибудь болт, еще какую-то ерунду, когда ломается комбайн месяцами. Сервиса нет. А представь туда, да, на Дальнем Востоке наш комбайн, все труба. Это просто невыгодно, абсолютно. И поэтому, они, ребятки, там понимают, они бы закрыли или модифицировали, или как-то, может быть, приватизировали, но, там 8 тысяч человек сейчас, да, 8-300, каждый месяц, количество, каждый год людей, они по чуть-чуть уменьшают. Когда-то там 30 было тысяч, да, сейчас 8. Вот эти люди, если их отправить на улицу, это организованная толпа, которые друг друга знают, по цехам, все прям, они могут сорганизоваться, а семьями это уже тех же 50 тысяч, 40, да, они если выйдут на улицу, а им надо выйти на улицу, их предприятия реально убили, то есть, если они выйдут на улицу, вот в том случае, если оно закрывается, да, вот поэтому датируются на подсосике эти деньги, которые идут на эти убылищие, это не одно предприятие в Беларуси, это все гиганты сейчас, они в таком состоянии, все, Гомель можно говорить, ну и в Гомеле тоже там труба, заводов нету практически ни одного, уже все, которые работали в городе, их нет, так вот, получается, что они деньги, которые идут учителям, медицину, да, да, они отдают этим людям, которые делают комбайны, которые не нужны, для того, чтобы они не вышли на улицу, вот у нас, вот наш двигатель нашей экономики, вот это, это не двигатель экономики, это такие поршни, блин, которые работают на удержание власти, только на удержание власти, реально, вот реально на удержание власти, я рад, что ты это понимаешь, что ты идешь в парламент, ну, надеюсь, что ты пройдешь, вот, и, зная это как-то, и понимая, что это нужно менять, что ты будешь что-то менять, по каким-то другим вопросам, например, медицина, да например там жкх больные темы у людей что ты считаешь что нужно вот точно менять реформировать это законопроекты делать опять же если настроить хорошо распределение бюджета то можно оставить бесплатную медицину и это будет правильно это тогда уже будет государство и страна для жизни будет вот опять же почему почему сейчас медицина в убытке потому что опять таки туда деньги не доходят зачем держать людям во первых точнее не людям о власти не нужно не нужно большое население как она ошибочно думает вот и незачем здоровое население зачем тогда качественный специалист зачем тогда хорошее помещение типа доживете вот смысл такой чтобы люди дожили до пенсионного возраста и все до свидания вот это надо менять опять же что касаемо жкх ох это это совсем глубоко и и это это очень большая дырка потому что ничего не меняется ничего грубо говоря те же самые подъезды каждый дом отчисляет постоянно определенную сумму на его содержание где она по 5 по 10 по 15 лет тупо даже не красятся подъезды но почему почему люди не спрашивают когда у людей начнется вот это осознанное мышление когда они будут понимать что это их деньги они уходят и они должны приносить какой-то результат это должно быть видно но ты же каждый день ходишь по подъезду почему ты не думаешь о том что где мои деньги куда они уходят во первых может они думают но они боятся спросить а опять же спросить опять же надо знать где знать у кого для этого и есть депутат на определенном округе почему у нас никто из депутатов не делает такие большие какие-то открытые линии или там дни приема не может быть где-то и есть но самому депутату не выгодно чтобы к нему приходили тоже типа головняк это же это же надо заниматься это надо что-то вникать зачем я тихонько сижу там каким-нибудь замом по идеологии вот это не интересное то есть я правильно понимать чтобы вы что-то меняли надо чтобы люди сами начали задавать вопросы спрашивать активно участвовать вот в этой жизни своей жизни ну как это это их жизнь это то место где они живут за это надо нести ответственность понимать откуда растут ноги куда это все уходит мы с тобой понимаем вот люди нет почему-то баяковой суд они они может и понимают просто кто-то боится кто-то а и так сойдет опять же этот вот менталитет наш непонятный вот но только личным примером хорошо самый главный вопрос нашего канала так если сможешь тезисно что нужно изменить чтобы реально жить в стране для жизни сменяемость власти 1 и называл дальше поднять уровень жизни каким образом но опять же это реальные зарплаты то есть надо реструктуризировать вот эти все отчисления куда они идут и это опять же надо все сделать прозрачным сто процентов сменяемость власти может быть только при прозрачности выборов люди должны выборы совершенно верно и ходить у них должно быть желание вот и опять же сократить людей в бюджете которые не нужны то есть рационально использовать бюджетные деньги инвестиции ну окей мы говорим давайте инвестиции приходите где чтобы пришли надо что надо было почву на для этого совершенно верно это уже законодательная система там понятное дело на тоже много места придет если он будет понимать что есть честные суды что он может свою позицию отстоять они то что у тебя забрали ты судишься не забираешь обратно ничего понимаешь суды нужны независимые по факту они у нас уже независимые но от кого или для чего они независимые это непонятно да но до суды демная система можно даже не рассматривать суды достаточно в принципе чтобы законодательство было прозрачным не на мне громоздким чтобы было четко понятно если приходит инвестор сколько он платит кому за что и что он должен дать на выходе вот а если уже не выполняет инвестор это дело то здесь зелу тоже начинаешь с инвестора спрашивать инвестор приходит получать прибыль здесь понимаешь нету это остальные это благотворительные фонды понимаешь он приходит получать прибыль он только приходит ему уже начинают говорить сколько ты должен кому платить понимаешь и это неправильно вот это неправильно он должен есть страны и не знаю ты слышал об этом это не одна страна то есть ты вкладываешь деньги в какой-то бизнес и пока ты их не забрал ты не платишь налоги вообще никакие ты не слышал я смотрю мне нет я знаю что такое есть и это много где-то еще и доплачивают и доплачивают и зеленый у нас тоже какие-то есть программки там для малого бизнеса еще что где-то что-то простреливать обычно это родственники чиновников успевают по этим программам поработать я всегда удивлялся что я узнаю об этих программках когда бы заговорили закрыли я даже помню как молодая семья вот мог по заявлению получить 4000 долларов от горы с полкома какую-то помощь вот молодая семья нуждается да но я когда пришел они мне говорят уже вы не можете уже потому что вы уже купили однокомнатную квартиру в кредит я в тот момент как купил однокомнатную квартиру уже не можете так там тоже площадь не хватает но типа там вот в условиях написано что никакого жилья у вас не дал я только его купил да вот и в кредит да но опять же кредит оформил ребята почему вам вам уже все это не подходит а кто-то кто знает вот эти вещи мог и 4000 получить еще что-то бред это полный бред ну дайте если вы вы даете молодежи да то дайте какие-то деньги им дайте им на жилье или там дайте на развитие бизнеса для старта пришел с бизнес-планом дайте вот они бизнес-план у вас есть программу цель не такая цель и у нынешнего у нынешней власти 1 чтобы освободить территорию мы здесь не нужны то есть я тоже сложил впечатление что нас просто хотят как-то рассчитать это это очевидно вчера вот опять же с алексеем мы проводили аналогию что в сорок вторых годах людей централизованно садили вагоны и отправляли в европу для чего это уже разные были причины но централизованно а сейчас а это происходит точно также только люди сами по себе по своей воле садятся в поезда и уезжают работать на низкооплачиваемые работы в обслуживающий персонал это происходит сейчас сплошь и рядом сколько людей уезжает неважно или в европу или в россию много это все происходит аналогично я считаю что аналогично просто освобождать это какой-то заговор то есть это вот не случайность это не без хозяйства вот верху этих товарищей на все имеет свою цель это однозначно чей заговор кто придумал кто это делает это я не берусь судить я я анализирую картину в целом и к чему это может привести на данный момент та которая молодежь осознанно она уже давно смотрит куда бы съехать я занимаюсь детьми я понимаю куда они идут куда они хотят поступать и хотят уехать видишь это от однозначно и то есть минск они рассматривают ну в последней инстанции то есть европа россия может быть минск ну может быть может быть это это горько вот но тем не менее я понимаю что там они могут добиться большего каждый человек сам решает мы пытаемся что-то менять чтобы построить страну для жизни хочу сказать тебе спасибо пожелать удачи надеюсь что все получится и все равно у нас будет реально для жизни спасибо спасибо